Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Я хочу вам показать методику воспроизведения рассказов. Это одна из замечательнейших методик. Она выглядит примитивно, детско. Вообще непонятно, что из себя представляет. Но это одна из лучших, я повторюсь и смею это утверждать со всей ответственностью, одна из лучших методик при оценке нарушения качества мышления любого человека. Будь то здорового, будь то человека психически больного. Методика может быть является не основной. Основными у нас являются, как вы знаете, исключения предметов, классификация, простые аналогии, сложные аналогии и так далее. Их немного, порядка несколько десятков, может быть сотня таких методик. Но это хорошая методика по подтверждению, когда какие-то сложные случаи, когда что-то непонятно, когда классификация ничего или что-то выявляет, но не уверенно и не точно, или исключение предметов. Мы берем в руки методику воспроизведения рассказов и предлагаем его своему пациенту. Методика работает со 100% уверенностью. Всего в этой методике официально правильных 11 карточек. Не 10, не 12, а именно 11, не больше и не меньше. Их всего 11 правильных, вот этих подобранных, с научной точностью и достоверностью рассказов. Вот первая карточка на ваших экранах. Я вам открываю. Всего их 11. Любые рассказы использовать нельзя. Вот в науке, в патопсихологии есть 11 рассказов, в отечественной, российской, советской патопсихологии. 11 рассказов, которые мы со всей уверенностью и надежностью применяем как дополнительную, вспомогательную, подтверждающую, самое точное слово, подтверждающую методику, при попытке изучить нарушение качества мышления, мыслительной деятельности человека. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.